Про семейные. Можно болеть вам? Так вот, очень интересно, но наша Мишна, извините, у вас восьмая Мишна, а нет, девятая Мишна, девятая Мишна, она рассказывает о том, что отсюда и дальше до конца Перека будем говорить о вещах, которые мудрецы отменили, заповеди, которые уже не существуют, потому что мудрецы их отменили. И одна из них – это заповедь Игларуфа, к сожалению, потому что убить стало очень много. А в Торе написано, что найдется тело, и неизвестно, кто его убил. Неизвестно, имеется в виду, но никому неизвестно, даже нет ни одного человека в мире, который бы знал, кто это сделал. Но если как бы убийцы уже сговаривались, уже были бандиты, уже были кланы, уже все это было, то как бы и саму эту митцву тоже упразднили. И так говорит Мишна, давайте поучим. Когда количество преступников-убийц увеличилось, Батла Игларуфа отменила заповедь Игларуфа. Потому что теперь мы сказали, что один из критериев существования заповедей Игларуфа заключается в том, что ты не знаешь, кто убил этого человека. То есть есть какое-то сомнение. Но тут уже непонятно, известно это или неизвестно. Их было так много, они все уже друг друга знали, уже обязательно кто-то знал, кто его убил. А поэтому нельзя сделать эту заповедь. А когда наступил этот момент, спрашивает Мишна, ну когда? То есть когда наступил момент, когда стало так много убийц, что перестали делать эту заповедь? Мишеба Элазар бен Динай. С момента прихода Элазара бен Динай, который был выдающимся убийцей, профессиональным ассасином. Какой-то главарь группировки, я не знаю. Написано, что здесь он был Айен Бегемарак Тубот, Хавзайен. Там написано, что он был большим таким разбойником Элазар бен Динай. У Тхина бен Приша Гаяникра. Изначально его звали Тхина бен Приша. Но он изменил свое имя, чтобы его никто не узнал. То есть прям взял себе псевдоним. И когда он Гирба Берециху, то он очень много начал убивать. Хазрули Круто бен Харатсхан. Его стали называть сыном убийцы, то есть бен Ратсхан. Есть, которые считают, что Есть, которые считают, что это было в начале эпохи таких ревнителей, которые сражались против римлян в эпоху перед разрушением второго храма. А после этого, после того, как все, да, в эпоху до разрушения второго храма. А, видимо, после разрушения храма делать было нечего, что Дэд Веруцех начал сраняться и стал убийцей. Умиканкинуйшмо. И поэтому есть у него кличка, то есть измененное имя. Но во времена уже второго храма, когда увеличилось количество неуф, неуф – это соблазнителей, совратителей, тогда перестали, мы поймем, что это значит, остановили делать горькие воды, то есть перестало появляться сута, уже не делали соту, у нас трактат называется сута. Потому что люди стали развратными. И тогда перестали воды проверять их жен. Если мужья сами налево и направо начинали грешить, они уже потеряли право на такое чудо проверки своих жен. Как сказано в конце отрывка про соту в Торе. И будет чист муж ее от греха. А жена его понесет свой грех. И учит отсюда, что имеет в виду Тора. Только когда мужчина чист от греха, тогда она понесет свой грех. И воды проверят его жену. Но если сам мужчина не чист от греха, тогда вода не возымеет эффект над его женой. И рабан Йоханан бен Закай, который был великий инициатор множества токанов, на самом деле, чтобы не забылся храм, раб Йоханан бен Закай известен во всем Талмуде. Много всяких сделок в нововведении. Он прекратил вот эту вот процедуру сута. По этой причине. Шенеймар, как сказано, Как сказано, И не вспомню я дочерей их, потому что разврат не чали они, и невест их, потому что соблазнили их. Пасук Зуромез, как бы пасук, он намекает нам на то, что мы сказали выше, что воды, они не имели силы проверки над женщинами, если их сами мужья не были до конца части от этого же греха. И в Талмуде объясняется, что этот пасук, он добавляет вот что. Шегам им банавамутам прутсим безимам, что даже если его сыновья и дочери погрязли в разврате, причем есть разные уровни разврата, когда мы говорим, разврат самый страшный, это с женой, то есть замужней женщиной. Но тут написано, даже с грехом свободной девушки. Свободная девушка, ничего никому, что все равно вода не возымеет силу над его женой. То есть просто если муж даже не с чужой женой, а просто какой-то свободной женщиной, но вне брака с кем-то гуляет, то теряет силу вся процедура. И сказал пророк Израиля, если вы сами с собой строги, тогда воды будут проверять вашу жену, как несправедливо, чтобы никто не поступил, чтобы все было зеркально, но если нет, тогда вода не возымеет силу над вашими женами. Но когда ушли из жизни сын Йоэзера из Срейды и Йоэси бен Йоханан и Шерушалаем, это великая пара, это знаменитая пара, это в эпоху пар. Первая пара, которая находилась в начале, да, во главе Сан-Гедриона, да, она подминается в трактате Авод, в первой главе, четвертой Мишне, были отменены виноградные грозья, что это значит? С момента ухода говорит страшную вещь, да, пропали люди, которые заключали в себе целостность Торы и качеств. И объясняется в Талмуде Ашко, что такое Эшко, что такое виноградная лоза? И Шакольбо, это он полный, то есть в нем есть все, то есть человек вот совершенный. Каламаршеутрам эмэдмибли дофи, то есть Ихтора истина, без вообще исключений, вэшихаумахлокет, без забвения, без спора, то есть прям вот идеально, да, не было даже споров. А Рамбам пишет, «Кинуй алядам акулель амидот вэа маалот вэа хахмок лефиминээ». Рамбам пишет, что это прозвище человека, который включал в себя возвышенные качества наряду с талантами, наряду с великой мудростью во всех ее проявлениях. Как сказано, как сказано, не ешь винограда, бекура первого, ифта навши по запросу души моей, что это значит. Вот что имеется в виду. что человек не может являться праведником и прямым человеком, как написано дальше, что пропал праведник земли, и прямодушный человека больше не найти. Нет винограда, который можно съесть. То есть нет его. Нет у человека таких возвышенных свойств и качеств, как когда-то были. И поэтому человек, который приравнивается, который цельный в Торе, то есть в мудрости и в Маасиме, в своих деяниях, Тора не только в голове у него, но она проявляется на каждом его поступке, то он уподобляется в иноградной лазе, которая полной грозди, в хенру мы закатывши ашколу татидимли в отель. И поэтому Пасук говорит о том, что скоро не будет таких людей. То есть точного баланса уже не будет. Будет перевес туда-сюда. Таких совершенных людей, как когда-то жили во времена, до эпохи второго храма, во времена двух Йосей, а енду свободу уже как бы нет. Так, к нам присоединился Роберт, и поэтому я предлагаю сделать еще одну, что очень интересно, они на разные совершенно темы, но все они... Или повторить все. Нет, повторить не получится, но мы как раз учим вещи, которые были отменены по каким-то причинам все эти заповеди неактуальны. Соту отменили, потому что люди, мужчины стали изменять Джоном. Эгла Руфуй отменили, потому что появился там Лазар Бендинай, головорез, который очень много стало убийц, и он создал кланы преступные, и, короче, все знали уже. Отменили заповеди, некоторые уже не существуют. И продолжает наша мечта Это мечта упоминается также в докторе Маосвершении. Йоханан Коэн Годоль. Великий Йоханан Коэн Годоль. А их на время отменили? Правильно я так понимаю? Но они как бы не то, что отменили, у них есть... Их заморозили. Не то, что заморозили. Сама Тора дала критерии для существования этой заповеди, как Шмита, чтобы большинство евреев было в Израиле. Ну, нет. Если нету, если как бы есть сомнения, что кто-то знает, то нельзя эту заповедь сделать, например. Да, и сейчас как бы у нас тоже. Но если вдруг соберется Санедрион и скажет, что мужчины исправились и все верные своим женам, то сразу внедряем обратно Соту. Но пока это маловероятно. Так вот, был такой Раби Йоханан Коэн Годоль. Он стал Коэн Годолем после великого Шимона Цадика. Шимон Цадик это тот, который был последний из мужей великого собрания. Он тот, который встречался с Александром Македонским и знаменитый историк Александр Македонский упал перед ним. Так вот, после него пришел Раби Йоханан Коэн Годоль. И что случилось? И он отменил знаменитый Амират Видуя Маасэр. Был такой специальный Видуи это такая покаянная молитва на Маасэр. Потому что случилась тоже такая аномалия в этом Видуе в этом искупительной речи когда проносили Маасэр были такие слова И так же дал я его Левиту. Но проблема была в том что Маасэр и Шон стали давать в этот период времени Коэнам а не не Левитам. А тот, кто знает как такое может быть Коэн получает Труму Коэну Труму Маасэр и Шон первая десятина идет всегда Левитам. Почему же они отдавали Коэнам? Да почему просто? Потому что во времена Эзры очень мало кто что буквально пятьдесят тысяч евреев пошли из Вавилона отстраивать храм а львиная доля там евреев все остались в Вавилоне да они там хорошо прижились а из тех кто пришли не было Левитов представляете как собралась синагога а Левитов нет ну нет их кому было давать так начали давать Коэнам и сказал тогда Раби Йоханнам сказал ну а смысл тогда как можно сделать Маасэр вот этот Виду и Маасэр и тоже его отменил Блахэн да консам шелогит но и блахэн шелогит но это Маасэр ришон левиим они да левиим а вы и Ханн гадол битал это ма орэрин также Раби Йоханн бутет вот Раби Йоханн гадол отменил ма орэрин шаю алвин омרים бьхол йом бьшат крият ашир а ля корбан ора лема лама тишан ашем пробуждение оказывается во время каждого жертвопроношения в храме все левиты пели такие слова ура ура это ура это пробудись почему ты дремлешь всевышний пробудись отменил этот пасок не надо будет будить почему разве есть такое понятие как сон перед творцом не дремлет и не спит страш израиля однако а этот пасок ура пробудись почему ты дремлешь всевышний этот пасок говорит относится только ко времени самому страшному когда еврейский народ пребывает в страданиях а уничтожают и пребывают в спокойствии то есть самое сокрытие лица всевышнего и это то что как бы называется как будто всевышний как так ты дремлешь посмотри в мире какая несправедливость гибнут да невинные люди а злодеи благоденствуют почему ты закрыл свое лицо тогда применим этот пасок но когда существует храм да он какой-то годой слушает в храме евреи находятся на своей земле это уже как бы не подходящее время для такого пасока и так же он отменил что это такое когда били теленка жертвенного что я не понимаю между рук его били нанося ему раны из этих ран начинала капать кровь ему в глаза и таким образом он запутывался и его было легче скрутить чтобы сделать щиту и встал раби Йохан Коэн Гадоль и отменил это потому что животное выглядело так как будто он бааль мум я не знаю они видимо так делали что это не был мум что это не был изъян который посулил эту жертву но это выглядело нехорошо то есть как это да выглядело так как будто он бааль мум но есть другое объяснение в брайте шаю ховетин ото это выглядит как будто издевается что-то наоборот связывали этого телеон это было очень похоже на то как его связывали перед закланием для Аводазары для служения идолам и тогда сказал он им и он как бы жестко сказал вы что говорит продолжаете нести трефот на мизбех некошерные вещи на жертвенник потому что таким образом вы можете что отколоть часть мозга что амад и вот тогда появились ваа как интересно эта история вот тогда появились кольца специальные табо от кольца вот это я помню что были в храме такие кольца они были прикручены к полу у каждой смены койна было такое кольцо в это кольцо продевалась шея животного и кольцо замыкалось таким образом животное как бы находилось в таком да как бы замке и уже удобно было опа они сразу замыкались к низу придавливалось и делалось шхита чтобы не надо было его там бить как-то лупить как-то связывать все это выглядело очень да то ли с точки зрения того что как будто бы получало увечья то ли это походило на приношение идолам а вот эти кольца как бы вопрос решили что это значит в холле моед шхиум маким в боти המолахим бе патишим в осим бе мелехет даварга а вед то есть были в специальных домах это я только заводы где били молотами в осим бе мелехет давара а вед и совершали работу на давара а вед над теми вещами которые могут испортиться шхиум мутерет бе холямоед как мы знаем что в холямоед запрещена работа но если это какая-то вещь которая может просто испортиться или пропасть или у тебя такой возможности не будет то это разрешалось делать так вот были специальные места в холямоед где совершались такие работы у бетальюхана койнгадоль даварзе и ябрюхана койнгадоль тоже это отменил потому что все что они там делали эти удары молотов они слышны были издалека ну что это такое целая фабрика работает гудит свистит шумит все понимают как будто идет работа в холямоед не понравилось ему это отменил и в дни его не было человека который задавал вопрос по дмаю так что такое дмай это когда ты покупаешь килограмм яблок или любых каких-то фруктов и у тебя сомнения отделено отделено ли было от этих фруктов все что должно быть отделено то есть да можешь ли ты полагаться на продавца продавец такой непонятный так вот в его дни такого не было никогда человек не спрашивал своего товарища слушай а эти фрукты они случайно не дмай ты уверен что от них все отделили или мне это нужно делать после покупки то есть были такие которые вызывали сомнения понимали ли они все эти законы и отделяли ли они потому что он установил специальное постановление что каждый кто покупает такие сомнительные фрукты должен от них отделить только 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 второй и и трумат масэр это то что отделяет левит для коина а валь масэр решон то есть 10 на 10 да это 1% решон у масэр они но что касается масэр решона 10% самый большой или масэр они тоже да но он идет бедным он дает им просто имя но сам это есть войну над ним и не дает ни левиту ни бедняк потому что он всегда может сказать вот тот кто хочет у другого взять он и должен доказывать да мы не знаем насчет этих плодов были они отделены от них или не было от них отделено так если так то приходит левит ты хочешь у меня взять а может быть не было отделено дай мне да но вот ты и докажи что не было отделено а раз никто доказать не может получается и в этом сомнении я отделен но я же сам всем но до этого момента да необходимо было узнавать а почему он это сделал это по аналогии с просболем он сделал это по простой причине потому что если человек был в подозрении у него просто никто ничего не покупал да и бедные люди тратили то есть как бы огромное средство чтобы как как доказать миру что я отделяю да и чтобы такого не было да он вел сказал слушайте дмай да можно покупать чтобы простить люди воздерживались от покупок те не могли продать начинались проблемы но что касается который святость имеет и он должен кушаться в Иерусалиме это да это нужно было выкупить привезти в деньги поехать в Иерусалим там купить эти плоды поэтому благодаря вот этой установке которую сделал Раби Йоханан человек мог спокойно сходить на рынок и он уже не задавался вопросом о я доверяю я его знаю сейчас надо найти друзей а действительно ли он отделил то что он продает не он просто покупал и мог полагаться на эту логику Раби Йоханана что тот кто хочет взять и должен доказать поэтому я может быть и отделю чисто да формально но сам же в итоге буду этим пользоваться он просто отделял и отделял а все остальное сам ел спокойно окей у нас остается пять до конца скажем сегодняшний высвёзд Спасибо. Спасибо.